и мы с тобой продолжаем с тобой алена самсонова привет клинический психолог блогер и человек который консультирует по психологии питания здоровым привычкам и вообще всему здоровому что может быть в твоей жизни сегодня под нашим с тобой вектором внимания это зависимость от сладкого я тебе подробно подробно расскажу почему бывает с точки зрения психологии эта история с тобой и также дам информативную базу фундаментальную которая поможет тебе разобраться с возможными причинами дисфункционального какого-то расстройства то есть организм нуждается в чем-то и ты это воспринимаешь как зависимость от сладкого поэтому будь очень внимателен слушай видео до конца и если что-то непонятно обязательно задавай вопросы под видео и подписывайся потому что этот канал для тебя и таких же светлых как и ты психосоматика зависимости от сладкого работает как работает на убеждениях твоих навязчивых мыслях работает на твоей внутренней неустойчивости мы говорим о стрессоустойчивости мы говорим о навыке управления собой в моменте мы говорим о возможности принимать отказы и сталкиваться с фрустрации мы говорим о состоянии нежелания реализовывать себя как специалиста какой-то области то есть не получаешь ты достаточно отклика изнутри о том что да я класс я молодец я смогу нет позитивного подкрепления еще что работает окружение которое создает у тебя условия неуверенности и ты очень часто опять-таки идешь в паттерн поведение заедание что еще создает зависимость от сладкого это твоя фрустрации не умение справляться с тем что ожидание не соответствует реальности и это прям очень часто тебя бомбит внутри прям так и говорю бомбит потому что по-другому не назовешь почему еще возникает зависимость от сладкого мы с тобой говорим о внутренней составляющей это твоя система целеполагания что ты делаешь к чему ты идешь получается ли у тебя давать себе положительную обратную связь и самое главное насколько ты умеешь переживать сам с собой свои же кризис если это у тебя получается если это ты выполняешь на должном уровне то в принципе вот эта потребность сладкого отпадает другая история связана с тем что называется потребность в в реализации того чего ты например еще не можешь сделать потребность в реализации в чем она например может выходить проявляться ты хочешь быть мамой ты хочешь быть начальником ты хочешь быть кем-то в иллюзии но в мире это не происходит и ты нуждаешься во внутреннем вот этом подкреплении далее что может быть еще зависимость от сладкого это твоя неустойчивость которая работает из-за того что ты в мире не не нашел себя это такой философский вопрос что такое найти себя я вам тоже расскажу на самом деле вы абсолютно не потеряны и задаете себе вопросы которые очень риторически далее практика принимать отказы когда в жизни вам говорят нет постой в сторонке нет ты не достоин или ты не достойно подожди и если это вызывает некую дисфункцию внутреннюю ты чувствуешь мне плохо мне больно опять оральный стимул и и подкрепление дофаминовых рецепторов работает очень быстро но в чем фишка друзья но вы ведь знаете что это кратко очень краткосрочно работает потом это доставляет море такого псевдо результата который просто вас разрушает именно поэтому тебе очень очень нужно сейчас научиться навыкам эмоциональной регуляции навыкам стрессоустойчивости и базовым навыкам осознанности об этом есть тоже у меня видео ты можешь посмотреть в плейлистах что такое навыки межличностной коммуникации из-за которых у тебя часто возникает потребность в сладком это когда ты встречаешься с чем-то или кем-то в своей жизни где ты не можешь заявить и я хочу этого дай мне вот это либо я не готов мириться с тем что ты мне сейчас выставляешь и бывает так люди живут в семьях она полнеет а у них так и не происходит разговора казалось бы они очень любят друг друга вот такая бывает предыстория твоей зависимости мы с тобой не разбираем сейчас твою историю с родителями когда ты возможно родился в семье где тебя закармливали где было удобно когда ты плачешь ты фрустрирован когда тебе больно дать тебе в зубы котлеты и помазать это все еще джемом я конечно как всегда утрирую но именно в таких семьях происходит вот эта история с вот такими потом детьми которые вырастают и не понимают что с ними происходит также с психологической точки зрения возможно ты являешься невротиком и ты тревожный ты очень быстро реагируешь на различные симптомы изменения во внешнем мире во внешнем пространстве и именно поэтому ты испытываешь колоссальные трудности в достижении собственных целей то есть ты вместо того чтобы двигаться вперед на этой тревоге ты затормаживаешь и начинаешь ее глушить кто-то глушит сигаретами кто-то глушит запиванием и ты глушишь сладеньким вот так шлифануть бы свою тревогу чем-то сладеньким так тоже бывает другая еще одна очень-очень важная история это твоя внутренняя устойчивость это когда ты уверен в том что ты делаешь в том что что с тобой происходит в твоей жизни тебя все устраивает если нет то ты гибок и ты можешь это менять то есть это нормально когда ты жил какое-то время и тут понял что это ну ни к чему не привело и ты сейчас выходишь в другую историю входишь в другую историю вот это основные симптомы которые заставляют тебя возвращаться на вот эту поручный круг заеданий посмотри у меня обязательно видео о эмоциональном переедании которое отражает все основные причины и источники эмоциональных заеданий мы сегодня с тобой дальше говорим зависимость от сладкого мы с тобой помним что быстрый сахар это быстрый дофамин быстрый серотонин и скачки да и чем у тебя стабильней уровень сахара в крови тем больше ты способен концентрироваться и больше ты способен работать на результат когда у тебя есть вот эти децибелы сахара то тебе очень очень сложно выстраивать всю свою работу всю свою систему так чтобы вообще идти к нужным целям когда у человека есть скачки сахара в крови то у него появляется вторичная тревога то есть смотри это такая ловушка прям вот ловушка для тебя ты наелся конфет удовлетворил то что собака муж сегодня чего-то такого не сделал для тебя или начальник что-то такое не снял с тебя каких-то задач и тут ты наелся конфет вроде бы отпустила хорошо но прошло время и опять сахар скакнул опять тревога опять шарашит сердце и вот это дискомфортное ощущение и что приходит в голову лампочка опять мозг говорит давай поедим конфет давай поедим еще чего-то печенек тортика чайку и ты такой моя же идея пошел и почему это произошло не потому что ты был тревожен потому что опять скачок инсулина и ты такой уже по вторичному кругу пошел это чисто психологически физиологически что с тобой работает и смотри какая это ловушка для тебя я тебе не рассказываю почему сахар зло или вред я употребляю сахар и могу не употреблять его периодически не употребляю но это мне не делает зависимое от него потому что зависимость это твоя реакция опять же таки на события и на внутреннее состояние мне плохо мне больно мне грустно значит еда нет сейчас во второй части видео я тебе расскажу почему бывает это действительно каскадно портятся все процессы в организме связанные с вот этой вот зависимостью от сладкого во первых скачет инсулин гормон который отвечает за твоё вот это нормальное ощущение изменение в общем ну не жизни а углеводного обмена ну тебе проще мне донести информацию о том что ты бодренький нормальный инсулин очень часто редко у человека у которой переедает сладким и вот эти скачки сахара как я тебе объяснила делают тебе тревожность создают тебе ощущение какой-то беготни вот такого вот нестабильного какого-то состояния что-то почесать и у меня мои клиенты часто из-за того что у них скачки сахара они становятся более тревожными начинают курить начинают заниматься больше сексом и вроде бы вторая половина довольна но когда это не вовремя да когда человек на работе у него там он ищет да хороший способ снизить инсулин это физическая активность и дыхательная гимнастика но не все додумываются до этого иногда люди берут самые простые такие примитивные способы вплоть до мастурбации для того чтобы была очень быстрая разрядка второй такой еще факт при зависимости от сладкого что нужно сделать первое мы сказали разобраться со всей психосоматической истории твоей реакции на жизнь второе это нормализовать инсулин который должен у тебя быть оптимально и третье наладить работу мозга я бы сказала что это первое у человека с зависимостью от сладкого что значит наладить работу мозга сбой в работе передней поясной извилины то есть эти говорю слишком сложно приводит к серьезным проблемам с серотонином зажору сладеньким и это проблема связана с нюансами первое недостаток строительных материалов для выработки серотонина это белок трептофан это витамины железа и витамины группы В бывает другая история слишком быстрый метаболизм серотонина то есть ты вообще очень структурированный все у тебя четко и серотонин слишком быстро то есть слишком быстро обрабатывается что ли так и бывает такая история как резистентность к серотонину то есть он вообще не воспринимается и не производится то ли в общем клетка его не видит то его в крови слишком много но рецепторы клетки его не распознают и не впускают и в этом проблема и ты все время находишься в тревоге депрессии вот в таком состоянии и здесь важно также наладить вот эту работу серотониновой системы об этом у меня тоже где-то есть видео поищи как наладить серотонин поставь мозги на место это еще один важный пункт большой привет от меня оставила тебе на закусочку что за этим блоком причин скрывается мы с тобой говорили в первой части о психосоматике да почему ты там реагируешь но сейчас я тебе расскажу когда человек очень долго практикует в своей жизни зависимость от сладкого то в его жизнь приходит такая история как скулка тоска одиночество обида усталость сексуальная незащищенность или нереализованность жадность страхи и понимаешь если ты долго так делаешь собой это у тебя точно есть и это невозможно все уложить в твою голову в одном видео но вот по последней части я тебе отдельно расскажу если ты долго качаешь себя не тем наркотиком в жизни не достигаешь того что ты должен достигать на что способен не развиваешь свой мозг а примитивно заставляешь подкачивать серотонин одним и тем же твой мозг говорит держи сиди на примитиве ты примитивен и в такие моменты ты думаешь что с этой качели уже не слезть но я тебя обрадую что да это реально я работала с клиентами которые по 8 10 15 лет у меня даже была женщина которая страдала пищевыми перееданиями очень серьезными и буквально за год она ушла в ремиссию можешь себе представить 15 лет и год но что в этом было во-первых биология которой занимались нутрициологи диетологи нормализовали инсулин налаживали диету которая была полноценна чтобы человек наедался а не пропускал приемы пищи помимо этого занимались психосоматикой потому что ее было уже очень-очень много и работали над во взрослом возрасте реализации тех целей которые человек всю жизнь зажирал всю жизнь откладывал и говорил это не для меня это потом и сначала ребенка потом мужу и вот это я внутренне было где-то там так внутри спрятано что просто просто не давало ничему новому войти и человек шаг за шагом начал достигать и тогда работа серотонина начала восстанавливаться и эта потребность в сладком редуцировалась но не так все просто ведь работа со стрессом очень важна когда человек находится постоянно в хроническом напряжении в хроническом истощении то что происходит он опять хочет разрядиться и какая кнопочка у мозга горит конечно горит именно эта кнопка кнопка давай пойди конфетку съешь пойди пойди ты же уже так делал и это горит не как навязчивая идея обсессивно компульсивная которая там закладывается а очень быстрый импульс пошел и сделал как пошел и почистил зубы пошел и пописал позвонил куда-то вот это базовая основа которая лежит в заедании сладеньким еще смотри вторую часть видео которая посвящена как с этим справиться также во второй части видео тебе будут даны помимо этого реальные такие задания которые помогут тебе с тобой была Алена Самсонова клинический психолог блогер сейчас учусь на нутрициолога тебе в помощь и ставь лайки подписывайся делись этим видео и добавляй конечно комментарии в своем что что должно не Продолжение следует...